доктора это те люди которым мы в случае необходимости можем доверить собственную жизнь история знает немало врачей поставивших на ноги сотни своих пациентов и они несомненно заслуживают уважения но жил один доктор который на лечение больных плевать хотел вместо этого он нещадно их умертвлял и умертвлял в большом количестве знакомьтесь гарольд шипман по прозвищу доктор смерть британский серийный убийца врач орудовавший в маленьком городе хайт близ манчестера в начале 1980-х годов гарольд шипман входит в список самых массовых душегубов европы 20 и 21 века точное количество его жертв неизвестно до сих пор по разным подсчетам она составляет от 352 до 500 человек о том как и главное зачем убивал доктор смерть давайте сегодня и поговорим и так гарольд фредерик шипман родился 14 января 1946 года в городе нотингем великобритания в простой небогатой семье его отец был обычным водителем а мать домохозяйкой гарольд шипман был гордостью своих родителей умный симпатичный мальчик хорошист в школе еще и спортсмен когда юноше исполнилось 17 от рака умерла его мама вера шипман женщина уходила долго и мучительно болезнь буквально жирала ее изнутри гарольд тяжело перенес смерть своей матери и стал после этого другим именно в юношеской травме шипмана судебные психиатры затем углядели корни расстройства его личности медленное угасание матери который он был сильно привязан и никак не мог помочь породило в нем чувство беспомощности и он это чувство хотел подавить в 1965 году шипман поступил на медицинский факультет лидского университета где стал одним из лучших учеников тогда же во время обучения он познакомился со своей будущей женой прим роуз впоследствии они родили четверых детей в 1970 после окончания университета шипман поступил на работу в поликлинику города тот мордена а его жена подрабатывала там медсестрой примерно через четыре года вскрылось что доктор гарольд наркозависим он выписывал пациентам рецепты на морфин в котором они не нуждались а сам воровал запасы препарата как минимум восемь подобных случаев смогли доказать и шипман предстал перед судом где его оштрафовали на 600 фунтов и отпустили он добровольно отправился в реабилитационный центр где в течение нескольких лет лечился от зависимости несмотря на всю серьезность обвинений шипмана не лишили возможности и дальше заниматься медициной в 1979 терапия была завершена и гарольд супругой переехали в хайт маленький городок недалеко от манчестера там шипману удалось устроиться на работу в местную больницу он не скрывал что в прошлом был наркозависим и его откровенность не шокировала коллег а скорее наоборот расположила супруги довольно успешно социализировались в хайде гарольд стал членом нескольких видных организаций в городке несмотря на довольно вспыльчивый характер и склонность к доминированию у шипмана всегда было много друзей некоторые из них поддерживали с ним связь и после суда вскоре заработав хорошую репутацию врача и обзаведясь внушительным списком преданных пациентов а это около трех тысяч человек шипман решил заняться частной практикой доктор действительно умел располагать к себе людей внушать им доверие даже его личная секретарша позже рассказывала что отправляла всех своих родственников лечиться именно к шипману ее не смутил этот факт что почти все они в результате его лечения скончались доктор убивал своих пациентов если можно так выразиться нежно все они получали смертельную дозу диаморфина проще говоря героина шипман ставил укол и наблюдал как очередная жертва безболезненно отходит в мир иной практически все убитые им пациенты были женщинами весьма преклонного возраста пенсионерки следствие установило что первый раз шипман убил в 1984 году это была старушка которая вызвала доктора натом после смертельного укола доктора женщина скончалась гаральджа покинул ее квартиру и вернулся на следующий день якобы проведать больную тогда же сам он и зафиксировал ее смерть кончина пенсионерки не вызвала особых подозрений у родственников но шипман дабы полностью себя обезопасить крайне рекомендовал кремировать тело впоследствии обвинение установила как минимум 15 подобных случаев схема была примерно одинаково старушки вызывали доброго доктора шипмана на дом или приходили к нему в больницу он же ставил им укол диаморфина затем фиксировал смерть от естественных причин частенько он прихватывал из дома жертвы или сумочки какую-нибудь безделушку иногда деньги вряд ли можно говорить что целью доктора шипмана была нажива в большинстве случаев после смерти пациентов он воровал бессмысленную мелочевку или небольшие суммы денег но однажды решился на крупную аферу одной из пациенток доктора была бывшая мэр города 81-летняя но все еще бодрая старушка хайда гранди в 1998 году после внезапной кончины выяснилось что щедрая пенсионерка завещала все свое состояние аж 350 тысяч фунтов лечащему врачу при этом у гранди имелись дети и внуки ее дочь анжела взглянула на завещание и поняла что она подделана были допрошены два свидетеля в присутствии которых гранди подписала завещание один из них санитар затем рассказал что женщина действительно оставляла свою подпись на каком-то листке который шипман выдал за опросник затем он попросил санитара и еще одного доктора также расписаться в документе предварительно положив его в папку и обнажив лишь нижний край бумаги где следовало поставить подпись анжели которая наняла частного детектива чтобы разобраться в подозрительной смерти матери удалось добиться эксгумации тела проведенная экспертиза показала что пенсионерка скончалась от передозировки диаморфина шипмана вызвали на допрос в полицию где он сделал неожиданное заявление по словам доктора у миссис гранди была героиновая зависимость к этому моменту к деятельности участкового врача уже были некоторые вопросы как у официальных органов так и у рядовых горожан местный коронер несколькими месяцами ранее запрашивал отчет по работе шипмана его смутило большое количество смертей среди его пациентов кроме того подозрения возникли и у работницы похоронного бюро которая обратила внимание на ту как возросло число желающих кремировать покойных ведь доктор уговаривала родственников именно кремировать тела инспектор стэн эйгертон которого назначили на это дело получил сигнал от еще одного важного свидетеля таксиста джона шоу тот часто подвозил миссис гранди и некоторых других пациенток доктора и рассказал что примерно 12 его постоянных клиенток скончались при весьма схожих обстоятельствах все они наблюдались у шипмана стэн эйгертон настоял на эксгумации тел других пациенток экспертиза показала что все они умерли от передозировки диаморфина этого было достаточно для того чтобы возбудить дело против доктора в ходе расследования выяснилось каким образом шипман обеспечивал себя запасами наркотика для убийств в таких объемах у одного из его пациентов джима кинга был диагностирован рак впоследствии выяснилось что диагноз был ошибочно однако доктор продолжал выписывать рецепты на его имя детективы исследовали досье шипмана в котором было много неаккуратности и неточностей однако он так и не признался ни в одном убийстве судебные эксперты не смогли дать однозначный ответ на вопрос что стало мотивом сексуальный подтекст отсутствовал а последний эпизод с подделкой завещания и жажда наживы не объясняли предыдущих убийств по мнению психиатров шипман мог испытывать настоящую потребность убивать возможно это был его способ почувствовать себя фактически равным богу ведь доктор сам решал когда и кто из пациентов умрет кроме того это давало ему ощущение контроля над ситуацией иными словами шипман совершал убийство чтобы почувствовать себя лучше высшем суде лондона по результатам работы криминалистов было сообщено что за четверть века доктор смерть на совсем излечил 215 человек 171 женщину и 44 мужчины в возрасте от 40 до 94 лет в январе 2000 года гарольд шипман был приговорен к 15 пожизненным сроком заключения однако позже следствие установила что между 1970 и 1974 годами будучи стажером в больнице шипман на совсем излечил еще 137 человек таким образом общее количество жертв доктора смерти возросло до 352 при этом некоторые из англичан уверены что убитых шипманом было гораздо больше 13 января 2004 года за день до своего 58-летия гарольд шипман был найден повешенным в своей камере тюрьмы у эйкфилда говорят что поводом для самоубийства могло стать грубое отношение к нему со стороны сотрудников и других заключенных впрочем правду сейчас никто не узнает на этом у меня все если видео было вам интересно поддержите нас лайком и не забывайте подписаться до новых встреч